Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта Заметки Электрика. Не так давно мы занимались монтажом уличного освещения одному из промышленных объектов. Ранее для подобных решений мы применяли уличные светильники типа ЖКУ с лампами Донат. Кстати, про светильники ЖКУ у меня есть подробная статья, ссылку размечу выше. Чуть реже использовали светильники РКУ с артутными лампами ДРЛ. Но в этот раз уличное освещение, согласно проекту, необходимо было выполнить с помощью уличных светодиодных прожекторов SDO3 мощностью 200 Вт от китайского производителя АСД. По горячим следам я решил сделать небольшой обзор этого светодиодного прожектора SDO3200. А также поделюсь с вами фотографиями выполненной работы и полученным результатом по освещенности объекта. Итак, поехали. Стоимость светодиодного прожектора SDO3200 на момент выхода данного видео составила около 8-9 тысяч рублей, что значительно и даже в несколько раз превышает цену на тот же светильник ЖКУ мощностью 150 Вт. Но при этом, что и SDO3 мощностью 200 Вт, что и ЖКУ-02 с натриевой лампой 150 Вт, имеют примерно одинаковый световой поток. Светодиодный прожектор SDO3200 Вт. Это прожектор светодиодный для уличного освещения мощностью 200 Вт. Корпус прожектора выполнен из прочного сплава алюминия и покрашен в серый цвет. Рассеиватель выполнен из прочного закаленного стекла. Стекло устанавливается через силиконовую прокладку и притягивается к корпусу с помощью четырех винтов. Ну, в общем, вот его внешний вид. Тут сзади охлаждающий радиатор на всю ширину светильника. Так, здесь у нас имеется установочный кронштейн. Это мы уже просверлили. Так, вот он в разные стороны. Ну, и также могли бы сделать они немножко более жесткий кронштейн. Прожектор имеет степень защиты корпуса IP65, что идеально подходит для установки его прямо на улице под открытым небом, например, для организации освещения промышленных площадок, зданий, дорог, улиц, стоянок и тому подобное. Температура эксплуатации прожектора находится в пределах от минус 40 до плюс 150 градусов Цельсия. Масса прожектора, как и у светильника ЖКУ-02-150 Вт, составляет около 5 кг. Заявленный срок службы СДО-3200 составляет 30 тысяч часов. Насколько это правдиво, покажет только время. Потребляемая мощность прожектора составляет 200 Вт, но при этом его световой поток находится на уровне 16 тысяч люминов. Таким образом, его световая отдача равна 80 люминов Вт, что гораздо больше, чем у ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и ламп ДРЛ. И примерно соизмеримо с натриевыми лампами. Вот технические характеристики прожектора СДО-3. Мощность 200 Вт, напряжение 220 В, коэффициент мощности 0,9. Коэффициент мощности у прожектора составляет 0,9, а коэффициент пульсации не превышает 5%. Правда, эти параметры по факту замерить мне пока не удалось. Цветовая температура у прожектора СДО-3200 составляет 6500 Кельвина, то есть это холодный свет. Угол рассеивания прожектора 120 градусов, а индекс цветопередачи более 80. Напомню, что индекс цветопередачи РА – это зрительное восприятие одного и того же объекта, освещенного нашим светильником, по сравнению с эталонным источником света, например, Солнце. Чем выше индекс цветопередачи, тем лучше передаются цвета на освещаемые объекты. Кстати, рекомендую вам ознакомиться с моими экспериментами, где я провожу сравнение ламп накаливания, ламп к люминецентных, компактных ламп и светодиодных ламп, по световому потоку, индексу цветопередачи и времени розжига, а также по температуре нагрева и их потребляемой мощности. В данном прожекторе установлено 352 светодиода с AMD размером 5730 марки Epis. Кстати, подобные же светодиоды были установлены в светодиодной лампе FLLA, про устройство которой я вам подробно рассказывал и показывал. Ссылочка будет вверху видео. Вполне надежные и качественные светодиоды тайваньского производства, обладающие хорошим сочетанием размеров, мощности и светового потока. Светодиоды разбиты на две ветви по 176 штук в каждом. Состоит он из двух набранных CMD светодиодов. Вот видно разделение. И внутри находятся два светодиодных драйвера. Два драйвера. То есть один драйвер для первой половинки, второй драйвер для второй. Мощность каждого драйвера 100 Вт. То есть входящее напряжение у него может быть от 85 до 265 Вольт, а выходное напряжение составляет от 30 до 55 Вольт на ток 2400 мА. Как видите, напряжение питания светодиодного прожектора находится в пределах от 85 до 265 Вольт. Это значит, что его световой поток практически не изменится при изменении напряжения питания в указанных пределах, что не может не радовать тех, у кого имеются проблемы с низким напряжением сети. Как видите, драйверы установлены в отдельном отсеке корпуса прожектора, который закрывается герметичной крышкой. Крышка имеет резиновую силиконовую прокладку и крепится к корпусу с помощью четырех винтов. В этот же отсек, через герметичный ввод, сальник, заведен трехжильный питающий медный кабель сечением 1 квадратный миллиметр. Хотел бы сказать следующее. Изначально на этом светильнике, вот здесь такое отверстие, был сделан вывод кабеля. То есть, здесь стояла крышка, кабель был заведен. Это защитный проводник был прикручен вот сюда, к корпусу светильника. А коричневый и синий, то есть фаза и ноль, были соединены с питающими проводами драйвера. Но, были соединены на вот такие вот СИЗы. Соединение было очень ненадежное, очень некачественное. И при небольшом движении кабеля, уже одно соединение рассыпалось, то есть развалилось. Ну и было решено убрать эти колпачки, убрать эти изолирующие зажимы и установить вот такие клеммы ВАГА 222 серии. И не удивляйтесь, суммарная нагрузка прожектора, одного прожектора, составляет примерно 1 ампер, а клеммы ВАГА рассчитаны на гораздо больший ток. Обсуждение преимуществ и недостатков клемма ВАГА предлагаю обсудить здесь. Ссылочка будет в верхнем углу экрана. Переходите по этой ссылочке, если вам есть что сказать в пользу клемма ВАГА или опровергнутых. Этот кабель мы убрали. Сальник тоже выкрутили. Теперь питающий кабель у нас будет заводиться непосредственно... Сюда, кстати, будет устанавливаться другой сальник. Питающий кабель будет заводиться непосредственно под эту крышку. Здесь выполняется соединение. Теперь осталась клемма ВАГА подключить питание 220 вольт, соблюдая цветовую маркировку жилпроводов. Фаза коричневый провод, ноль синий провод. И защитный ПЕ проводник желто-зеленый необходимо подключить на корпус прожектора. И все это здесь вот прятаться и закрываться обратно. Вот таким образом. Устанавливать прожектор можно к поверхности стен и потолка с помощью скоби. Также данный прожектор можно устанавливать и на горизонтальную плоскость, освещая тем самым памятники, фасады зданий и тому подобное. Но при установке прожектора на скобе не будет возможности повернуть его влево или вправо. Только вверх и вниз. На рассматриваемый светодиодный прожектор SDO3200 я не смог найти кривую силу света КСС. Согласно ГОСТ 1767782, чтобы нагляднее понять распределение светового потока. В проекте об этом тоже ничего не было сказано, поэтому оценить эффективность и освещенность объекта я предлагаю вам непосредственно на примере. Вот полученный результат освещенности промышленного объекта с помощью светодиодных прожекторов SDO3200. Да, кстати, внизу под видео я оставил ссылочку, где вы можете приобрести подобные светильники, подобные светодиодные прожекторы по самым минимальным ценам. На этом я закончу свой обзор про светодиодный прожектор SDO3200 от ASD. Если вам есть что добавить или спросить по теме данного видео, то к вашим услугам имеется форма комментариев. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч!